МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет, наши дорогие зрители. С вами снова Поршень покинул чат. Сегодня я не один ведущий. Не, я постоянно как бы ведущий. Но сегодня у нас будет на обзоре владелец этой чудо-машины. Мой кент по совместительству, студент. Вадик студент. Вот. Итак, Вадик. Студент. Это Вадик студент. Давай рассказывай, что за это чудо. Мы видим уже, что это Ауди в кузове Конды. Вот. Какой это год? Год это 2005. 2 литра турбо. Не может быть. Ты серьезно? Да. Так, дверь, как мы сказали ранее, здесь 2,0 турбо, 140 коней. Сейчас я вам открою капот, покажу, что у нас здесь. Мои ласточки под капотом. Итак. Щуп достает до масла? Щуп достает до масла, да. Это самое главное. Так, здесь у нас 2 литра TDI, TDI. Как и было написано. ГРМ у нас выходит наперед, на переднюю часть. Вот здесь, кстати, недавно менял сам. Менял, получается, не весь ГРМ, не все ролики. И, получается, только ремень я менял. Все ролики, они были в очень хорошем состоянии. То есть, люфта никакого не было. Помпа, вернее, масло, не маслонасос, воды, да? Там воды находится. Водяная. Водяная помпа, водяной насос. Водяной насос был тоже в прекрасном состоянии. Поэтому я его решил не менять. ГРМ я поменял, чисто потому что именно этот ремень ГРМ я поменял. Потому что я не знал, когда предыдущий владелец его менял. И у меня были небольшие опасения по этому поводу. Ну, короче, стандартная процедура. Ведь, когда вы покупаете тачку, я же надеюсь, вы меняете расходники, масла. Проверяйте, чтобы еще до масла доставал. Потому что это необходимо делать. Это ведь содержание машины. Кстати, что там по содержанию? Кстати, что у нас по содержанию? Что у нас по содержанию? Обходится она мне, ну, довольно-таки дорого. Потому что, все мы знаем, это Ауди. А за Ауди, за комфорт нужно платить. Ты что имеешь против Ауди? Я только за Ауди. В принципе, я не против БМВ. Но это уже остальная другая тема. То есть, чтобы поменять ГРМ, все, я думаю, знают. Нужно тут снять морду полностью и уже далее менять. У меня опыта не было. Мне помогал человек, мой крестный отец. Он хорошо разбирается в этом теле. Я все тут сам разобрал, сам снял. Ничего особо сложного нет. Заняло у меня это около 2-3 часов. В общем, все поменял. И все вообще вот так. Он мне просто помог натянуть именно правильно ремень. Он все сделал сам. То есть, машина, она не особо тяжелая технически. То есть, даже студент может с ней справиться. Ну, блин, наличие, конечно, инструмента и опытного глаза, скажем так. Правильно? Да. Крестный отец рулит. Купил я свою ласточку за 14,5 тысяч злотых. Да, за 14,5 тысяч эту сказку я купил. What the fuck? Но это я так думал, что эта сказка мне обойдется только в 14,5 тысяч. Как заявлял владелец предыдущий, что никакого вклада финансового 100% не будет. Но, как позже оказалось, все-таки вклад был нужен кое-какой. И я был особо не... Вот это поворот. Я был неразборчив вообще в автомобилях. Это моя первая машина. И я не знал, что и как. Примерно в интернете почитал, что нужно, как определить, что двигатель в нормальном состоянии. Чтобы сушителя синий дым не шел. Ну, в общем, такие, как у нас, в Фольфе говорят, пердолки. Далее. Купил я за 14,5 тысяч. Это еще 500 злотых. Нет, 700 вторговал я злотых. Далее. После покупки я поехал в сервис Bosch. Ну, я бы не сказал, что я рекомендую этот сервис. Почему? Хорошо там, конечно, меняют это, да. Но очень дорого. Я студент. И мне действительно, ну, у меня денег нету прям таких, чтобы обслуживаться в Bosch сервисе. Всем студентам советую разбираться в автомобиле уже самим. Я отдал сразу же, поехал в Bosch сервис и отдал около трех тысяч злотых. Это у нас 700 до 800 долларов. Вот это вот называется бедный студент, да? Я просто очень тяжело работал все свои 4-5 лет обучения в Польше. Это было hard work, hard work. В общем, поменял я здесь все фильтра, все масла, то есть фильтр кабины, фильтр воздуха, масло в коробке, масло в двигателе, что еще там было. У меня они работали задние стопаки. Почему? Объясняю. То есть они как бы работали, но через раз. Машина стояла. Машина стояла около года. И ей никто не ездил. И она стояла, скорее всего, я думаю, не в гараже. Поэтому контакты окислились. Много очень даже контактов окислилось. Мне пришлось везде все контакты, навигатели везде поснимать. Все эти втучки, втычки, вдрючки. Поснимать, промазать их. Изначально не промазать, изначально очистить от окислей, получается, да? Окислей-то. Очистить их, а потом намазать специальным спреем для контактов. И все, все начало работать, начали работать. Поворотники, стопаки, передние тоже фары, там что-то не работало. Но это все, если машина стоит, это всегда нужно, я думаю, делать. Теперь вопрос. Я извиняюсь, что переделота с моей стороны была очень некрасиво. Я, честно, вот сердечно прошу прощения. Но мне, как бы, очень интересно твое мнение по поводу двигателя. То есть, как он себя вообще ведет? Хороший двигатель, говно. И вообще, вот после года, как машина стояла, завелся ли сразу? Или были какие-то там терки, проблемы с заводом? Ну, типа, с тем, чтобы завести. Завелась она сразу. Водитель, вернее, водитель, предыдущий хозяин, он был в Германии. Он отдал ее своему другу на продажу. Друг вроде бы как бы на ней что-то там немножко ездил. Ну и она заводилась, в принципе, без каких-либо причин. То есть, с полтыка сразу же. Без вообще, без ничего. Без масла, без бензина? Ну, да. Потому что это дизель, без бензина? Нет, потому что это ауди. Это ауди просто может заводиться без ничего. Без бензина? Потому что это же дизель, бензин здесь не надо. Да. Год у меня 2005. Это еще дорестайлинговая версия. В данном двигателе нет Common Rail, к сожалению. Здесь стоят помпов трыски. Это получается непосредственный впуск, да? Да. Непосредственный впуск. И он хуже, потому что там с ними бывают часто проблемы. Ну, у меня, слава богу, пока никаких проблем не было. Двигатель за мои 20, даже 30 тысяч пробега за год. За 30 тысяч пробега у меня, зрителям, не было никаких абсолютно проблем. Только. Да, была одна проблема. Вру. Изначально, когда я ее купил, при скорости 100 и больше с резким набиранием оборотов, отключалась турбина. Я вообще не понимал, почему она отключается и вообще как такое может быть. Я же еще зеленый был вообще по машинам, ничего не понимал. Да, у меня были там ранние мотоциклы, есть какой-то опыт, я хоть немножко понимаю вообще всю конструкцию. Отключалась турбина, пропадали вообще обороты, она не набирала оборотов, она ехала, это называется аварийный режим. Она ехала в аварийном режиме и мне пришлось с этой проблемой как-то разбираться. Я ездил по сервисам. Объездил около 4-5 сервисов. В Бош сервисе я дал довольно-таки много денег, это вот их 400, это всякие консультации, диагностики, вот эти все на компьютере дрочи. Они не могли понять, в чем турбина, почему она отключается, вернее. Что-то они там делали, 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 в итоге она так и отключалась дальше. Они сказали, ну, извините, мы ничего не можем сделать. То есть бабос взяли? Бабос взяли за диагностику, за то, за сё. Не, ну ты представишь, какие сволочи, это же вообще, ну. Да, ну это. Педалурги. Педалурги, вот, да, правильно. В общем, ничего не помогало, и я начал уже думать что-то своё, потому что поехал в последний сервис, ну, это для меня был последний сервис, ну, вообще не по жизни, а в тот момент. В тот момент это был последний сервис, мне сказали, вам нужна регенерация турбин. Регенерация турбины стоила по ихним меркам около 1200 злот. Я сказал, ребята, идите в одно место, я за такую цену не буду этого делать. В итоге, я забыл промазать контакт вот в данном месте. Здесь у нас находится, что у нас здесь находится? Это контакт. Контакт, который отвечает за переплыв поветша. Воздухомер. Воздухомер, вот он здесь, воздухомер. Я могу ошибаться, возможно, это не воздухомер, но, скорее всего, да, оно здесь считает количество воздуха. Я его промазал, я его промазал тем же самым спреем для контактов, который изначально очищает, вернее, там два спрея. Один очищает, а второй именно улучшает контакт. То есть ты хорошо смазал. Вот это залог успеха. Хорошо смазать, да. Что дальше произошло? Хорошо я ее смазал, и не поверите, она начала работать. Все просто сказка, чисто набираю обороты, обгоняю, все. Потому что раньше, когда я обгонял или на горку ехал, все, вырубалась турбина, я улучшил машину, тогда она только начала работать. То есть когда заушил, завел опять. Начала работать турбина, потом опять переставала. В общем, я с этим тратился где-то месяц. Промазал, все. Работает шикарно, я очень доволен, все. Полторы тысячи остались в кармане. Полторы тысячи остались в кармане. Мотор мне нравится, да, мне нравится. Он, жрет он мало. Примерно у меня выходит, если по трассе. Экономно 90 км в час. Максимум, вернее минимум, самый был это 4,5 литра. Красавчик. А так, ну в основном это 6 литров по трассе, потому что я там пруну 120, иногда там стоил 10. По городу расход примерно 7-8 литров. 8 это если притапливать. 7 это если так экономичненько себе нормально ездить. Данным двигателем я доволен. Потому что мощей мало, конечно. Но для человека, который не гонщик. Я, конечно, гонщик. Мне хочется BMW на заднем приводе. 300 коней, да. Это я хочу. Но пока бюджет мне не позволяет. А здесь, в принципе, экономный, очень хороший вариант. И двигатель сам по себе. Но это, по-моему, плохая версия. Это BLB. У него кодировка. Я слышал, что, даже не слышал, есть такая информация, что у него трескается головка, да, голова? Бля. Голова, да. Это большая довольно-таки проблема. Ну, тут уж мазь не поможет. Да, тут уже мазь, тут уже шпаклевка только. Какая шпаклевка? В целом, ты доволен Тачулей. Она тебе нравится? Да, она мне нравится. Она комфортная, она удобная, она длинная, большая. Багажник уже далее посмотрим. Бажник тоже большой. В принципе, 2 литра для студента это нормально. За 30 тысяч, которые я накатал в течение этого года, я не менял по ходовой ничего. И она до сих пор в хорошем состоянии. Это не мое личное мнение, это мнение хорошего механика. Почему хорошего? Потому что это мой крысный отец, а мой крысный отец не врал бы мне. Да, еще забыл вам сказать. После покупки я еще полностью менял, получается, суппорта я менял, тормозные диски, колодки. То есть я поменял всю тормозную систему. Ну, не всю тормозную систему, но весь этот отдел. Потому что, ну, я посчитал нужным это поменять. И это мне обошлось довольно-таки крупную сумму. Вместе со всем. То есть, как я сказал, 3000 злотых. Это 800-850 долларов. Диски здесь стоят 17-е. Резина здесь стоит хорошая. Кстати, это еще того владельца предыдущего. Какая-то у нас фирма. Ну, я не знаю, это не популярная. Сун, Сунфул, Сунфул, я не знаю. Ну, нормальная резина, все устраивает. Уже она три, нет, два сезона она отъездила. Считаю, это второй сезон. Она была новая. Диски 17-е, оригинальные, Ауди. Очень мне, кстати, даже нравятся. Неплохие диски. Так, по поводу салона. Салон уже, как мы сказали, здесь стандартная базовая комплектация. Ничего особо такого нету. Ну, кроме подогрева сидений. Климатизация двухсторонняя. То есть, здесь два режима. Авто, не авто. Сейчас я заведем. Вот, подключаешь тут температуру. Меняем. Что хотим, то и делаем. Обдув там. Ну, разный обдув, я думаю, там шарики, что и как. Вот, начало дуть как сильно. Старая магнитола. Получается, это еще в дорестайлинговой версии идет такая. Вот этот, конечно, пеструн. Немножко раздражает. Но я его в скором времени, когда уже менять тут буду магнитолу на новую. Это уже будет скоро. Я его, думаю, сниму. Хотя, в принципе, он не мешает особо. По поводу пластика. Здесь, по-моему, такая типа кожа. Ну, это типа пластик. Но она здесь очень даже качественная. Она приятная такая, нормальная. Ну, все, что вы хотите. Это все-таки Audi. Они, я не знаю, какой-то там Skoda, Volkswagen. Потому что Skoda я лично не люблю. Камерки. Это мои камерки. Они хорошо, кстати, подходят к салону. Почему они у меня стоят. Ну, передняя понятно почему. А почему вторая смотрит в салон. Потому что до этого года, до 2020 года, я работал в такси. И попадались очень часто разные идиоты. Ну, а я их вышвырнуть с машины просто так не могу. А у меня вот есть алиби. Опа, здрасте. Камерка снимает. И, в общем, это мне очень сильно помогало, на самом деле. Камеры мне обошлись в 1200 злотых. Две камеры. Снимают прекрасно. С телефона можно зайти. Даже сейчас посмотреть, что она в данный момент снимает. Камера. По поводу руля. Руль здесь сейчас провернуть. А ладно, не буду проворачивать. Тут уже видно, что здесь четырехспицевый, да, получается по-русски? Четырехспицевый руль. Ну, в принципе, нормально. Но я бы хотел себе трехспицевый. Давай его проверну. Заведу как раз. Вот у нас. Руль у нас четырехспицевый. Но с мультифункциями я именно выбирал специально с мультифункциями. Потому что, ну, это очень удобно. Хотел, конечно, трехспицевый. Еще с такой кругленькой этой подушечкой, вернее, с клаксоном, да. От ТТшки или от новой А4. Это было бы вообще прям сок. Я хочу в дальнейшем, возможно, если по деньгам будет получаться, купить себе. По поводу проблем данного салона. Здесь ломается часто, вот даже у меня сломано крепление, которое крепит этот бардачок-подлокотник. Подлокотник бардачка. Нет. Бардачок-подлокотник. Бардачок-подлокотник. Это часто ломается. И здесь еще сховок. Это, получается, по-русски у нас, как он называется? Бардачок. Бардачок. здесь ломается крепление вот здесь внутри и он получается постоянно отваливается но у меня данной проблемы не было еще из больших таких плюсов что мне нравится в этой машине здесь есть шибердах шибердах это по-русски как она называется как люк вот здесь есть люк который мне очень нравится это так прикольно красиво стильно интересно что еще 10 есть кстати он прокручиваем вернее есть такая крутилочка есть которая то есть он не то что просто открылся накрыться здесь можно выбрать кстати давайте выберем вот смотрите открыл открылся там на какую то часть еще прокрутил открылся еще больше ну то есть тут можно настраивать под себя либо на конца там не до конца выходит, в общем, как-то так также его можно просто приподнять очень прикольная штука, мне нравится на самом деле, но всем говорю сразу если машина такая довольно-таки старая то лучше там все места трения, места этих роликов промазать какой-то жидкостью, в моем случае я очень всем советую называется по-польски белый смарлитовый, то есть это литиевая белая смазка по-русски вообще вот такая штука для каких-то разных там, где металл с металлом, пластик с пластиком скрипы вообще вот, просто вот так вот и смазывает обалденно, и защищает там от воды, от коррозии, от всего что хотите, вообще четкая штука кстати, я думаю, дальше надо показать, да, эту штуку так, тут у нас я забыл сказать, коробка передач у нас механическая, почему я выбирал механическую, потому что я немножко автомату не то чтобы не доверяю да, мне нравится, я езжу там на новых машинах сейчас, в данный момент на работе на Toyota Corolla, у которой там автоматы, вообще очень все четко но здесь я не выбирал, потому что Corolla-то чинить я не буду а эту-то я буду чинить, если это автомат то я влетаю на конкретную сумму денег и поэтому я все-таки выбирал механику, тут все нормально, переключаются передачки, все мягенько все красиво, четенько, мне очень даже нравится давайте перейдем с вами к багажнику, к заднему салону, место, я забыл сказать про место место здесь для меня, у меня прошу заметить, рост метр восемьдесят пять с лишним, даже там с небольшим и в принципе я себя чувствую здесь ну комфортно, нормально мне правда за мной, человечку, ну немножко места маловато, если это человечек ростом как я, ну или чуть-чуть ниже так, сейчас я вам покажу как сидится за мной человеку сзади так, вот он я сел да, в принципе, конечно немножко тесновато на головой ну я метр восемьдесят пять место нормально я ничего не бьюсь, ничего нормально для ног маловато немножко но сижу в принципе ну нормально нормально, я бы сказал вот, кстати, цветочки для моей любимой Анечка передаю тебе привет люблю сильно так, ну что, ребята панали в багажник по поводу багажника переходим к данному разделу так, у меня тут, правда ну, немножко не прибрано я бы сказал торгую соляркой шучу, не торгую смотрите что у нас по вместимости багажника ну, как видим здесь довольно-таки место порядочно вот у меня тут три канистры двадцатилитровые тут еще куча всякой штуки тут лейка, не лейка полировочная машина то есть багажник довольно-таки вместительный по литражу я не могу вам честно сказать ну, около там пятиста литров что-то такое по поводу еще того что можно сложить сидение и здесь будет кровать давайте я вам покажу как это будет изначально, да сидение немножко вперед Александр я вас прошу пересесть проси очень сильно прошу чтобы их бахнуть назад так, цветочки я заберу сюда положу но то еще надо красиво их довести так ну вот пусть будет одно только выдвину получается вот смотрим заходим сюда и здесь в принципе с моим ростом я могу лечь и комфортно себе лежать подушечка под голову и вообще неплохо очень даже неплохо там еще соответственно конечно сидения эти тоже ложатся но там немножко есть какие-то вещи и плюс еще отодвинуто сидение в общем вместо того хватает так по поводу фар фары как вы заметили здесь не стоковые они сами вообще по себе стоковые были до того как я сделал в них небольшой стайлинг рестайлинг я не знаю тюнинг здесь был везде внутри хром вот как здесь мы видим на фарах вот он отсвечивает отблескивает был такой хром здесь везде но я решил сделать черный мат и самое главное впереди что я сейчас увидите смотрите внимательно на фару это мне нравится в машине больше всего опа это дьявол я все сам здесь идет светодиодная лента а здесь идет получается ринг я разбирал фару внутри вот это все прокрашивал проклеивал вставлял сюда ринг тоже проклеивал подбирал по размеру как оно будет мерял замерял вот кстати бегущая бегущая такая красивая строка как это говорится строка да и наклеечку еще сюда бахнул наклеечка тоже очень даже неплохо смотрится всем нравится засними как она сдалека будет вообще после данной модификации сделанной мною именно этой машина стала агрессивнее она смотрится очень даже круто мне нравится ночью вообще просто супер честно говоря люди иногда проходят там махают у тебя классные фары четко мне саму очень даже нравится подключал я это все без особых проблем я не электрик по электрике я особо ничего не знаю на самом-то деле но почитав в интернете посмотрев я люблю учиться люблю читать новое попоел здесь все сделал все красивенько работает отключил кстати ходовой огонь который находится вреди не ходовой огонь который находится простой простоечный огонь вот здесь у меня нет лампочки там если можно приблизить то там ее не видно потому что она немножко ну мешала к всему этому делу она была бы ну некрасиво особо смотрелась а так я включаю режим там у меня три режима режим который дневной режим который стояночные огни и режим который ночной с ксеноном а ну еще или ладно ксенон не сейчас включу так она смотрится с ксеноном так ребята по стоимости по стоимости данной красоты если делать это самому довольно таки недорого это выходит смотрите получается все вместе если считать с покраской если считать с наклейкой с ледом с этим ледом с этим рингом это мне обошлось в злотых дверях за 2 фары получается 270 злотых это у нас сколько долларов не 100 это у нас где-то 80 нет 60 долларов 60 долларов примерно 60-70 долларов это если делать все самому я в принципе и никакого опыта не имел но руки я не знаю наверное у меня не из жопы руки и у меня получилось более менее нормально здесь я чуть-чуть проклеил потому что лента сама из Китая она ну не очень хорошо клеится проклеил я там специальными клеями и в общем получилось то что получилось я думаю ну получать нормально так ну и ребята погнали прокатимся так ничего ребята давайте потестим мою ласточку давай поехали что уже не могу дождаться заставляешь мне так смотрите здесь у меня на приборной панели светится airbag у кого есть проблемы данные я вам объясню почему вот этого что за вулкан такой это вулкан это у меня мывайки нету я просто извержение до 7 извержения забыла забыл на самом деле залить омывайку в общем airbag светится почему ребята я вам расскажу airbag светится потому что под сиденьями по данными в данной модели бывает часто такая проблема что датчик немножко он там слабый у него контакты он выходит получается из строя сам вернее датчик не выходит из строя но теряется контакт и высвечивается airbag если сильно там что-то там покрутить подрочиться что я в принципе еще не сделал но до этого в принципе иногда делал и она помогала airbag пропадал после сброса на компьютере данной ошибки но потом опять появлялся заезжаешь на какую-то ямку и airbag опять же появляется это мне очень раздражало я думал что не на меня подушка выстрелит и так далее кстати с этой штукой можно не пройти тех осмотр потому что помните осмотр с airbag мне не пропускается точнее говоря без него ну короче вы меня все поняли все ребята на шарен и так как машина едет я вам скажу так я ездил на я искал на супер моих машинах но ездила самом деле на многих новых машинах таких как skoda fabia 19 года это corolla 19 года даже 19 и 20 на автомате не на автомате на бмв я ездил новых но бмв правда ладно мы не будем сравнивать но например skoda всякие fiat типа такого 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 плана машинки новая которая принц ну 19 год 20 даже на супер я ездил очень даже неплохая машина супер кстати и она не особо отличается от тех машин понятно он там руль немножко легче крутится там поприятнее но по именно по езде по удобности как она заходит там в поворот и она заходит прям ну хорошо мне мне реально нравится по полу куда у нас маршадесик едет или это куда я еду главное было у кого ну неважно у кого главное у того кто едет на у по поводу ускорение ускоряется она нормально как на 2 литра даже люди некоторые докажут говорят что типа она у тебя чипована нет стоковая версия 140 коней ну чё давайте попробуем набираю кстати она обороты активно после 2100 сейчас тут немножко проедем по поводу мягкости мягкость средняя то есть по ямкам она чувствуется нормально да извините меня машина с 2005 так ну давайте со второй со второй стартанем у вас давайте еще разок бабушка велосипедистка машина держится в поворотах хорошо дорогу держит ровненько ничего руль никуда не ведет вообще все все четко все по красоте на самом деле вот давайте по поводу ускорения сейчас я вам покажу смотрим на спидометра у вас ну сотка там примерно за сколько секунд я не засекал на самом деле но секунд вам за 9 с первой я не хочу честно говоря ее затрачивать потому что вдруг это все таки у меня маховик стучал и опять застучит но такого принципе быть не может короче машина хорошая я реально советую а4 по 7 я хотел себе а6 потому что ну я люблю что-то всегда новое там познавать и так далее но я попал с покупкой хорошо она не ржавая я разбирал ее там и задний и багажник разбирал и очень много вещей там смотрел короче перебирал и ржавчина есть максимум только там я не знаю на порогах это в небольшом количестве и все все то есть кузов не ржавый кузов оцинкованный как мы знаем у ауди и он реально хорош он реально хорош итак это был канал поршень покинул чат сегодня сегодня мой кентюха студент рассказал вам про свою ласточку надеюсь вам понравился сегодняшний выпуск если понравился подпишите мои колокольчики нажмите на лайк что там они еще делают репосте вы постим обязательно в контакте в одноклассниках я не знаю фейсбук и везде я не знаю о чем он сейчас говорит но обязательно делайте вот это ты в одноклассниках не сидишь нет возрасте сколько лет я по-твоему в общем мы надеемся этот выпуск вам понравился будьте с нами мы стараемся для вас всем пока поршень покинул чат а вы не покидайте